здравствуйте с вами светлана и сегодня я хочу вам рассказать о своей коллекции павлово-пасадских платков у меня их немного но они все любимые все сердце дороги так какие-то я очень хотела и с купила какие-то мне подарили близкие родные подруги и любимые люди так как они они понимают что это мое увлечение и меня всегда поддерживают подарки и один из них один из павлово-пасадских платков это миндаль миндаль это шаль чтобы ее было хорошо видно это миндаль размер 148 на 148 и художник который этот рисунок придумала можно сказать вы мечтала потому что все рисунки сначала придумывают мечтают чтобы такое красивое нарисовать художники павлово-пасадом это у меня фадеева валерия она художник от бога как и все остальные дожники хочу вам показать полный красивый этот платок у него вот такая вот кайма сеткой шелковая кайма платок из стопроцентной шерсти стопроцентная шерсть украсит любую женщину и любую девушку и любая женщина и девушка будет счастлива подарил получить в подарок такой платок но я так думаю что в принципе каждая хотя есть как и обычное исключение этот платок был подарен мне любимым человеком и далее следующий платочек будет у нас сейчас мы вот такой вот платок тоже на шелковой кисти называется он ларец самоцвета сейчас мы его оттенем размер его 146 на 146 художник Жукова Елина рисунок очень интересный и хочу сказать что практически практически во всех платках рисунок не повторяется потому что художницы выдумщицы они придумывают и выдумывают орнаменты рисунки во всех платках есть павлопосадские розы есть и восточные мотивы сейчас мы его оденем как платок накинем на плече накинем на плече женщины наши могут на шубку одеть вот так вот на голову можно просто вот так тоже красиво люблю платок этот платок этот платок я купила сама он мне очень понравился я его купила в магазине очень красивый рисунок следующий будет платочек у нас это платок у нас морозка здесь уже кайма идет шерстяная 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 кайма и рисунок рисунок здесь уже действительно как рисунок на окнах на стеклах морозный морозный орнамент куртка такая шерстяная шерстяная поэтому не снижает здесь как бы на морозном рисунке лилии зимой замороженные но отогретые женской любовью очень красивый поток лесу и но так и и и и и и и Всего 125 на 125. Художница Сухаревская Татьяна. Этот платок был подарен мне на Новый год, так как здесь что-то такое морозное. Следующий платочек. Следующий платок фисташкового цвета. Размер 125 на 125. Здесь идет шелковая бахрома. Но стопроцентная шерсть. Художница Жукова Елена. Сейчас мы накинем на плечи и покажем. Здесь уже идут фуглопосадские розы. С элементами других цветов. Очень красивый платок. Приобрела я его в поездке. Была такая поездка у нас интересная. И увидела в магазине павлопосадских платков. И его приобрела. Но приобрела неожиданно для себя. Так как как бы не собиралась. Следующий платочек у нас. Также из стопроцентной шерсти платок молитва. Художник Соцкого Галина. Размер 146 на 146. Это мой один из любимых платков. Вот здесь как раз цветы павлопосадские розы. Очень красивый, нежный. А розы такие припыленные. Припыленный, как говорят, цвет припыленной розы. Очень красивый. И рисунок. А вот серединка. Вы посмотрите, какая серединка. Сейчас вам ее покажу. Это сказка. Не серединка у платка. Очень красивый, правда? Но здесь шерстяная кайма. Но стопроцентная шерсть платок. Сто процентная. Следующий платочек. Следующий платочек у нас идет стопроцентная шерсть, как и все павлопосадские платки, но шелковая кайма. Размер этого платка 146 на 146. Называется поэзия Востока. Этот платок уже снят с производства. Его уже не производят на павлопосадской фабрике. Он такого, знаете, здесь и болотный цвет, и фисташковый цвет, и оранжевый цвет. Ну, что-то такое, восточные какие-то мотивы. Называется же поэзия Востока. Сейчас мы покажем серединку. Очень красивый платок. Его можно одеть как на полувер. Также можно одеть на шубку, на пуховичок, на курточку. Очень красивый этот платок. Я очень хотела, очень хотела, так как его сняли с производства, и надо иметь его в своей небольшой коллекции. И купила, как говорится, все желаемое материализуется, если очень сильно захотеть. Следующий будет у нас платок. Следующий платок у нас идет уже шелковый, бахромой. И вот таким рисунком. Называется он Тайна Сердца. 14-й колор. Очень красивый и нежный. Если я не ошибаюсь, то этот платок был моим первым платком. Можно его одеть вот так. И будет здесь все очень красиво. И кисти будут видны. И сам платочек. Сейчас покажу серединку платка, так как все серединки платка очень, очень красивы и неповторимы. Ну и здесь павлово-пасадские розы. Крупные, крупные. В серединке идут мельче, маленькие розы. Очень красивые. Художник фаворитова Елена. Очень хороший художник. Так вот здесь вот. Это шаль. Размер 148 на 148. Это самый большой размер идет у полуопасадских шалей. Очень красивый серединка. Посмотрите, какая серединка. Кайма шелковая. Пять рядов сетка, если будет видно. Здесь идут розы. Это у нас платок. Сейчас скажу, как называется. Так, художник Елена Немешаева. Так, 18 размер. Сорт первый. Я его приобрела недавно, поэтому не помню. Так. Называется княжеский. Снят с производства. Его нету. Ой, в продаже. Очень шикарный платок. Платок. То есть не платок, а шаль. Шаль идет 48 размера. И опять же покажу серединку этой шали. Очень красивая шаль. Жаль, что ее уже не будет в продаже такого колора. Но очень приятно иметь. Это подарок мужа. За что ему спасибо. Следующая будет у нас. Так, что у нас здесь? А дальше у нас будет шаль. Русская красавица. Выполнен в ярких-ярких таких красках. И опять же, павлопосадские розы. Русский рисунок. Очень красивый. И как китайские умельцы не пытаются подделать наши павлопосадские платки, у них ничего не получается. Потому что стопроцентная шерсть, качество. Здесь идет шерстяная уже кайма. Очень красиво смотрится. Платки я все ношу. За исключением тех, которые уже не производятся. Мне их жалко одевать. Пусть пока полежат. Возможно, потом когда-нибудь я их одену. Яркие розы. Яркая зелень. На черном поле. Так, сейчас я посмотрю. Кто кружится. Так. Русская красавица. Додонова Ирина. Так, обезнаночка. Вот лицо. Русская красавица. Далее. Следующий платок у нас. То есть, опять же, не платок, а шаль. Павлопосадская шаль. С розами. Розы. Очень красивые розы. Не зря используются они на платках художниками. Здесь шелковая кайма. Бафрома шелковая. Опять же, с сеткой. Не сказала я, что эта сетка, то есть, эта кайма, она выполняется мастерицами вручную. Вот эту сетку, кайму, нужно выполнить вручную. И сидят, придут наши мастерицы. Очень красивая шелковая кайма. Размер 148 на 148. Как я уже говорила, из павлопосадских платков, это самый большой размер. Сейчас покажу вам серединочку. Огромная шаль, теплая, стопроцентной шерсти, украсит любую девушку, молодую. Средний возраст, старший возраст. И я думаю, замечательный подарок будет на любые праздники, а может быть даже и не на праздники. А просто, если кто-то захочет себе даже сам приобрести. Платки эти, шали, они не дешевые. Но и дешевыми они быть не могут, потому что очень красивый и стойкий рисунок. Но ухаживать за этими платками только сухая чистка. Невозможно их постирать в стиральной машине, так как это все-таки коллекционные шали, и на ними нужно бережно обращаться. Очень красивые. Это был подарок. Шаль мне это подарили. За что огромное спасибо. Следующий будет у нас. Так, следующий платок называется «Над серебряной водой». Художник Сухаревская Татьяна. Стопроцентный шаль. Размер 148 на 148. Здесь цветы и розы, и лилии, и лютики. И очень-очень красивый орнамент. Серединочка здесь немного пустенькая, но от этого она хуже не выглядит. Сейчас мы его сложим и покажем, как он будет у нас. Вот так. Теплый, согреет в любую холодную осень, зиму. И даже есть у меня последний подарок, я его с собой не взяла. Очень-очень красивая шаль, но о ней я расскажу немного позже. А это над серебряной водой. Очень красивая. Посмотрите, какая лилия. Шикарная лилия. Сейчас я вам покажу опять же ее серединочку. Рассказывать о платках для меня наслаждение. Люблю. Так. И следующий платок. Следующий платок это мне подарила бабушка. Моя бабушка. Я не знаю, кто производитель этого платка. Это не Павлопосадский точно. Но я так думаю, что это точно не Павлопосадский. Может быть, кто-то более знает историю таких платков. Размер. Размер 115 на 115. Но это память о моей бабуле. Тоже входит просто в коллекцию моих платков. Ношу и греет он меня своими воспоминаниями о моей бабушке, как я уже сказала. Я думаю, вам очень понравился. Ну, я надеюсь, мой обзор на мои платки Павлопосадские. Думаю, может быть, в вас загорится искорка приобрести какой-нибудь платок. Я буду рада встретить единомышленников. До свидания. С вами была Светлана. Светлана.